добрый день еще раз значит следующая тема адсорбенты то есть самые вопросы заданные адсорбенты чего как для чего сколько значит самый распространенный это уголь и собственно место ли ему в нашей системе постоянно постоянно ему там делать не хрен то есть нельзя использовать уголь все время потому что уголь как я уже по моему где-то говорил он дофига забирает всяких полезных микроэлементов то есть он железо там и вот это все у меня уничтожается моментально все это и смысл никакого в этом угле нет вот значит есть у него одна такая замечательная функция это создавать водичку более такую беленькую прозрачную то есть есть такой момент вы можете наблюдать такой эффект когда у вас выключен синий ваш свет то есть наши не нормальные светильники там синюшные какие-то светит хер знает чем не солнечный свет чертящего вот вы можете просто-напросто набрать банку трехлитровой воды обычной водопроводной поставить рядом со своим аквариумом при выключенном свете и при солнечном свете когда солнце светит на аквариум вы можете заметить разницу в цвете воды я надеюсь что там не какие-то может затенение будет что-то мешать но вот иногда вы замечаете как будто бы как вода в аквариуме стала немного другого цвета такая более там коричневатый какой-то отлив такой желтоватый отлив вот это вот странно ну то есть это вы должны сразу заподозрить что что-то здесь не так у многих из-за вот этой вот фигни то есть накопление каких-то веществ то есть желтизна воды неестественная искажается во первых вот это светопередача так сказать кораллом ну то есть кораллы там где-то свет меньше проходит еще чего-то и потом какие-то там эффекты странные опять же зависит от накопившихся веществ то есть что конкретно вызвало изменение цвета воды это очень важный фактор и вот в этих вот моменты вы можете положить уголь чтобы убрать вот эти все остаточные какие-то там я не знаю что это накапливается там какие-то может быть там железо дозируете йод там redox clean все это может вызывать там какие-то может быть но redox clean то точно будет вызывать какие-то легкие цветовые изменения то есть чтобы убрать вот эту коричневую легкий вот этот на такой отливчик примесь какого-то этого окраса то убрать его углем то есть уголь ложится на сутки максимум то есть обычно ложите там на ночь грубо говоря за ночь это все уходит если там аквариум от 500 литров 500 литров то в принципе хватает там 150 грамм угля в сухом эквиваленте то есть такой нормальный мешок будет хорина кого туда заложили за ночь он отработал все убрал все излишки всяких примесей странных то же самое делается в любых случаях то есть у вас например есть подозрение на то что химия какая-то попала в воду там к примеру там перекупывали кораллы там от каких-нибудь паразитов там еще чего то есть подозрение что что-то там как-то этот коралл-рэкс там или еще что-то попала в воду там после каких-то примеров приемов там применения антибиотиков то есть это всегда закладывается большое количество угля максимум на сутки через сутки вы убираете этот уголь нам выбрасываете и полностью регенерируете воду там убранными углем микроэлементами то есть там дозируете все что он мог вытащить оттуда макроэлементы никуда не денутся микро там все эти марганцы железо йод еще там какие-то я не знаю чего там может еще вытащить ну то есть лучше еще там может быть там если заметите что какие-то ну такие эффекты появились то есть что-то как-то побледнее ли все это возможно там чуть дозануть там фосфатика то есть какие-то голодухи могут наступить недостатки каких-то элементов вот собственно и все значит антифос лучше применять тот который на железе потому что тот который на алюминии он будет фонить алюминием ну алюминий такая мягко говоря не полезная штука в воде он нафиг там не нужен какие-то кораллы кто-то может начать верещать что типа нормально я там применяю досрал я на ваше мнение еще раз говорю вообще срал потому что если у тебя все нормально значит у тебя нет кораллов аквариум это так говно кораллы которые в принципе ни на что не реагируют а если ты нормальных акропорту на напихаешь что они естественно это сразу поменяют цвет и о чем мы говорим поэтому если вы чего-то не понимаете него сказывайте свое мнение либо давайте сразу поправку что у меня полный аквариум говно кораллов я могу насрать туда и ничего не произойдет сразу первая фраза это говно кораллы в аквариуме которыми в принципе ничего не произойдет вот и все не надо там писать везде рассказывать там что я делаю у меня все отлично чего у тебя там отлично с чем отлично конкретно может я там просто рыбник с пластиковыми декорациями поэтому не надо вот это впаривать дичь там везде и писать поэтому люди часто мне я там уже заколебался отвечать на вопросы в ютубе но в принципе не не страшно там это все я отвечаю по мере возможности ничего такого можете писать просто я к тому что вопросы такие возникают это же абсурды какие-то ну то есть это я считал что это вполне само собой разумеющиеся вещи оказывается нет блин потому что это публика наша полусумасшедших активных они там друг другом делятся своим вот этим вот недоопытом и собственно из-за этого много проблем вот так вот антифос только на железе потому что железа как правило в воде всегда не хватает если у вас передоз будет по железу то есть большое количество антифоса вы положите то есть следующий следуйте инструкцию сколько там написано на банке с этим антифосом железный ржавый такой столько и ложите больше в принципе не надо это не уголь он может находиться в аквариуме постоянно если у вас там дофигища фосфата то есть опять же следите за тем что если вы положите много антифоса то ли он на алюминии то ли он на железе то он может вытащить сразу много фосфата обрушение фосфата каракрас ведет к облету акропор и частенько облету вот эту гнили и уфилий вот такой вот интересный момент поэтому тоже лучше не передозить чтобы лучше процесс так как-то вот не сильно резко происходил наше ли резкое падение близко к нулю у вас полетит нахрен некоторые кораллы просто сдохнут вот такое замечательное веселое наблюдение сто процентов будет так вот поэтому лучше вот там хотя бы следовать там рекомендации на банке читать с углевым я же говорю пофигу вытащил быстро и убрал все это будет на продолжительной основе там у вас лежать будет чуть-чуть подфанивать железом естественно при передозе например антифоса на железе могут какие-то кораллы которым не свойственный там зеленый цвет начать переходить в такие легкие грязные такие цвета ну то есть чуть-чуть там потеря цвета где-то я желтенький позеленел ну кто-то естественно зеленый может стать красивее таким прям ярко металлическо зеленого цвета офигенный но в основном там видно сразу передозы по железу и собственно надо снизить просто количество ну то есть убрать антифос на какое-то время железо очень быстро улетучивается то есть двое суток и все у вас там в нуля в смысле по железу вот алюминий будет там так прям вот могут кораллы конкретно потерять цвета нормальные кораллы не говнокораллы которым все равно такие какие-то хорошие которые именно могут реагировать потерей цвета ну то есть ксения например там сценулярии карнулярии хренулярии они никак не реагируют никакой потерей цвета и как было так он и остается то есть они просто или дохнут или не дохнут кстати факт ксюха например ксения пульсирующая насчет фиолетовая не уверен но скорее всего тоже будет реагировать на замену угля то есть когда вы положите большое количество угля у нас вытянет нечто из воды не чего-то там выделяет вот у них чувствительность к углю это не страшно они восстановятся все если вы уголь заложите надолго на несколько дней то он их подавляет прям серьезно так они восстановятся у вас там буквально через три дня опять по надувается поэтому не думайте что они сдохли просто не трогайте их они снова надуются после того как вы уголь уберете я ж говорю дня два-три и они уже опять готовы хлопать своими вот щупальцами или как называть венчиками хорошие адсорбенты поэтому там чимипур какой-нибудь который там убирает органические остатки то есть убирает там силикат убирает там даже тот же фосфат там может убрать там нитрат в какой-то степени то есть именно вот адсорбент для регенерации застарелой там убитой говном системы вот это вот вы все можете тоже применять тоже опять же смотрите по инструкции там в принципе примесей таких никаких ужасных нету но это уже все именно для регенерации то есть у вас уже убитый аквариум и собственно вы закладываете чем и пор и что-то там происходит раз и все вроде оживает то есть как будто вы что-то говно какое-то страшное куда убрали адсорбировали соответственно можно просто помимо этого еще и там провести генеральную уборку по убирать в аквариуме убрать всю эту органику чтобы не на плечи так сказать чем и пора возлагать вот эту всю работу на свои ручники просто поубирать и уберите источник выделения всего этого дерьма и чем и пор можно заложить будет точно также там дня на три на четыре потом в принципе убрать потому что все равно если там долго находится то уже источника нет то он тоже убирает прям много полезных веществ которые там в принципе могут служить пищей там и какими-то там эффекты создавать для самих кораллов вот и все я думаю что по моему там по ацербентам у нас больше ничего такого и не применяется применять в этих фильтрах кипящего слоя это утопия потому что это говноаппарат он просто разрушает структуру самих вот этих гранул и ваши просто антифос на железе там будет сыпать железо по всему аквариуму будет ржавая пленка везде на камнях на всем на стеклах вы будете видеть этот коричневый а цвет такой который потом придется вам убирать углем ну и собственно зачем это надо поэтому и уголь то же самое то же самое и стирается постепенно выдает вот эту маленькую угольную пылючку которая так серьезно давит ксюху там и вот эти вот такие кораллы типа вот и все думаю нормально нормально